Марк Кинг, Уильям Коэн, Чарльз Цитренбаум, Гипнотерапия Вредных Привычек. Чарльз Цитренбаум, Марк Кинг, Уильям Коэн, Гипнотерапия Вредных Привычек. Перевод с английского L.V. Ерошевой. Москва. Тысяча. Независимая фирма. Класс. Тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Глава пятая. Прямое воздействие. Параграф указания. Параграф указания. Продолжение. Указания, блокирующие предшествующие решения. Этот класс указаний является попыткой оказать прямое терапевтическое воздействие, обращаясь к очень интересному представлению, развитому в последние 20 лет в Институте психических исследований, в скобках Mental Research Institute, в Пало-Альто, согласно которому поведение людей, имеющих проблемы, поддерживается теми самыми решениями, которые они принимают в поисках выхода, в скобках «решения проблемы». Это представление хорошо разработано в трудах и широко представлено в двух томах книги «Изменения». В скобках «вотславик», «вотславик», «викланд» и «фиш». 1974 год, закрывается скобка И, тактика изменения, the tactics of change, fish, weakland and seagull. 1982 год, закрывается скобка. Основная предпосылка состоит в том, что люди допускают логическую ошибку в понимании проблемы, и эта ошибка создает петлю обратной связи, в скобках повторяющийся цикл. И поддерживает существование проблемы. Поэтому, для того, чтобы разрешить проблему пациента, терапевт должен в некоторых случаях заблокировать принимавшиеся прежде решения. Поскольку поведение пациента, связанное с решением проблем, является логичным, часто довольно трудно остановить его действия и заменить их какими-то другими. Поэтому, необходимо давать указания таким образом, чтобы оно было логичным в рамках представлений пациента, но приводило бы к желательному разрыву замкнутого круга. В книге «Тактика изменения» в скобках «The tactics of a change» «Fish» и другие описывают женщину, имевшую проблему с перееданием. Обычно она пыталась справиться со своей проблемой, говоря себе, открываются кавычки, «я не буду есть», «я не хочу есть», «я не буду переедать», «я не буду есть это» и так далее. Как обсуждалось в начале, правая полухария воспринимает это как утверждение, из них выпадает отрицание «не». Следовательно, пациентка постоянно повторяет своему правому полухарию «я буду есть», «я хочу есть», «я буду есть это» и так далее. В результате женщина думает только о еде, а для того, чтобы разрушить навязчивый паттерн, она должна уступать и есть. Это останавливает навязчивые мысли о еде, по крайней мере, на короткое время. Однако в этот момент возникает чувство вины, и цикл запускается вновь. Следующий пример показывает, как прерывать этот цикл. Вайолетт имела 30 килограммов лишнего веса. В ходе начальной беседы выяснилось, что она переедает в 4 часа дня, во время перерыва в работе. Она писала это, употребив выражение в кавычках «саботировать себя». Вайолетт сказала, что это единственный момент в течение дня, когда возникает в кавычках «саботаж», проявляющийся в поедании шоколадок и другой нездоровой пищи. Ее спросили, что происходит, когда она занимается саботажем, то есть знает ли она, почему саботирует себя. Она ответила, что не знает. Терапевт поинтересовался вслух, испытывает ли она чувство вины после саботирования и из-за того, что по причине этого непреодолимого чувства не может осознать, что в первую очередь вызывает саботаж. Она подтвердила, что это так. Располагая этой информацией, терапевт дал ей указание, которое могло показаться несколько странным и не относящимся к делу. Но он полагал, что оно может помочь. Он сказал, «Открываются кавычки для того, чтобы нам взять под контроль ваш саботаж. Я хотел бы, чтобы вы получили больше информации о том, почему вы саботируете. Я хотел бы, чтобы вы преднамеренно занимались саботажем во время завтрака и обеда и получили новое представление об этом. «Скажите мне, что вам нужно делать, чтобы саботировать?» Она ответила, открываются кавычки, «Я стала бы класть много масла на гренку или булочку. В обед стала бы есть с овощами сливочный или сырный соус». Закрываются кавычки. И она смотрела удивленно, но согласилась последовать указанию, потому что хотела понять, почему она саботирует. Через неделю она рассказала, что, хотя задание было странным и не имело смысла, она его всё же выполнила. Что интересно, саботирование в четыре часа дня прекратилось само собой. Скрытой целью терапевта было прекратить борьбу пациентки в четыре часа. Указание было предназначено для достижения этой цели посредством пресечения навязчивых мыслей пациентки. Однако указание было подано таким образом, что пациентка приняла его, потому что она учитывала её представление о том, как происходят терапевтические изменения. Открывается скобка «А именно при понимании причин проблемы» закрывается скобка. Позвольте подчеркнуть, что терапевт не обсуждал стратегию или результаты с пациенткой. Наш опыт показывает, что, когда возникают изменения в поведении, большинство пациентов забывают первоначально намеченные цели. Многие читатели будут интерпретировать это воздействие как, в кавычках, предписание симптома. Действительно хорошо подтвердена эффективность этого метода получения поведенческих изменений. В кавычках «интеракционистской модели», разработанной сотрудниками Института психических исследований, в скобках Mental Research Institute, «Успех воздействий следует описывать, выражая то, что пациентка перестала бороться с собой по поводу еды в 4 часа дня. То есть она больше не напоминала себе, что не должна есть в это время». Другое объяснение состоит в том, что предписание симптома позволяет пациенту приобрести контроль над ситуацией, «намеренно делая то, что в прошлом было вынужденным». Вынужденная природа поведения является частью того, что превращает поведение в симптом. Эта глава иллюстрирует, что успешное применение гипноза в терапии вредных привычек, включая также негипнотические воздействия, но указание, как изложено в этой главе, формулируется таким же языком предписание, как и гипноз, и поэтому их можно назвать в кавычках «гипнотерапией без транса». Шестая глава рефрейминг. Ядром современного гипнотического подхода к терапии вредных привычек является техника, называемая рефреймингом. Предполагается, что нездоровые поведенческие паттерны имеют побочные выгоды, приносят в том или ином виде удовлетворение обладателю вредной привычки, и при лечении их принимают в расчет. Чтобы лучше понять, что такое рефрейминг, мы приглашаем вас поработать прямо сейчас над своими собственными нездоровыми привычками или паттернами компульсивного поведения, руководствуясь следующими инструкциями по рефреймингу. Сделайте несколько глубоких вдохов, устройтесь удобно, и потратьте некоторое время, чтобы определить, какой поведенческий паттерн вы хотите изменить. Давайте назовём его паттерном «Х». Это может быть что-либо, что вы хотите прекратить делать, или делать как-то иначе, например, курить, или же что-либо, что вы хотите начать делать, например, писать диссертацию, но вас что-то останавливает. Теперь, когда вы определили «Х», следующий этап рефрейминга заключается в том, чтобы установить коммуникацию с той, в кавычках, частью вас, которая в прошлом была ответственна за «Х». Мы обнаружили, что чаще всего ею оказывается бессознательная часть психики индивида. Если это так, мы попросим теперь эту часть сообщить о себе вашему сознанию какими-то надёжным способом. Каким-то надёжным способом. Пожалуйста, потратьте немного, немного времени и войдите внутрь вашей собственной психики, куда бы вам не пришлось войти. И осознайте ту часть своей психики, которая в прошлом была ответственна за «Х». Здесь у нас сноска. Это сознание, так же, как и выполнение последующих инструкций данного раздела, упрощается в состоянии гипнотического транса. Поэтому всякий сведущий в самогипнозе читатель может по своему желанию на это время войти в транс. Мы не знаем точно, какие переживания вы испытываете при этом. Это может быть знакомое переживание, а может быть и совершенно уникальное. Возможно, вы увидите что-то в своем воображении, но так же возможно, что это вообще не будет зрительным образом. Увидеть вы можете, например, цвет или предмет, или лицо. Ваше переживание этой внутренней части может быть слуховым, например, вы услышите голос, может быть, даже свой, собственный, или чей-то еще, или просто какой-нибудь звук. ваше переживание той вашей внутренней части, которая была в прошлом ответственна за х, может быть, и каким-либо ощущением. Пожалуйста, войдите сейчас в вашу психику и познакомьтесь с этой частью. Мы почтительно просим, чтобы эта часть вашей психики позволила вашему сознанию пережить ее каким-нибудь безопасным способом. Многие читатели могут не испытывать никакого конкретного переживания, которое можно было бы идентифицировать как о сознании той части своей психики, которая была ответственна за х. Даже если это так, продолжайте, пожалуйста, предполагая, что ваше бессознательное могло просто не захотеть, чтобы вы почувствовали то, что мы предлагали, и что это нормально. если вы испытали переживания, связанные с частью вашей психики, ответственной за х, мы хотим поблагодарить эту часть за содействие и предполагаем, что у вас тоже появилось желание ее поблагодарить. мы хотели бы сообщить этой части вашей психики, которая в прошлом была ответственна за х, что очень ее ценим. Очевидно, она очень могущественная, так как, несмотря на то, что в прошлом вы хотели изменить х, вы не могли сделать этого. Поэтому мы понимаем, что эта часть, ответственная за х, изменит х только тогда, когда будет готова сделать это. Мы хотели бы теперь высказать предположение, что в некоторых отношениях х приносила вам пользу или вознаграждала вас в прошлом. Мы понимаем, что фактически практика или поведение, связанное с х, вызывали негативные, нездоровые последствия для вас, но предлагаем, чтобы вы сейчас истолковали х иначе. Намерением х было помочь вам или быть выгодным для вас. Теперь потратьте некоторое время, войдите в вашу психику и осознайте, какие вознаграждения или выгоды х приносила вам. Помогало ли вам х получить что-то, чего желала или о чем мечтала некоторая часть внутри вас? Открывается скобка, например, привлечь внимание вашей семьи. Закрывается скобка, помогало ли х избежать чего-то неприятного или болезненного для вас? Открывается скобка, например, интимности. Закрывается скобка. Повторяем, мы просим вас предположить, что х продолжается до сих пор, потому что оказывает вам помощь и имеет выгодные для вас стороны. Поэтому, пожалуйста, осознайте, если это не слишком вредит вашей безопасности и спокойствию, как х помогло вам. Теперь, имея в виду выгоды, даваемые вам х, мы хотели бы высказать предположение, что вам доступны альтернативные паттерны поведения, переживания или восприятия, которые могут оказывать вам ту же помощь или приносить те же выгоды, какие в прошлом вы получали с помощью х. Но эти новые поведенческие паттерны могут быть более здоровыми и, возможно, приносить вам даже больше удовлетворения. Потратьте, пожалуйста, ещё некоторое время и снова войдите в вашу психику. Обратитесь теперь к творческим ресурсам вашей психики и разрешите им создать для вас альтернативные паттерны поведения, которые могут заместить х. Они будут приносить вам те же вознаграждения и пользу, что и х, но будут более здоровыми. Теперь, когда вы создали альтернативные поведенческие паттерны, следующим этапом рефрейминга будет экологическая проверка. Это означает, что вы проверите новые альтернативные варианты с помощью той части вашей психики, которая отвечает за х в прошлом, чтобы убедиться, что эта часть вашей психики, как и все остальные ее части, будут спокойны и удовлетворены новыми альтернативами. Войдите опять в вашу психику и убедитесь, что часть ответственная за х и другие части вашей психики видят, слышат и ощущают, что новые альтернативы хорошие. Если от какой-то части психики вы получаете отрицательную реакцию или в какой-то отношении пережива те инконгруентность в скобках несогласованность в связи с вашими новыми альтернативами, тогда вам необходимо вернуться к одному из прошлых этапов рефрейминга. Например, вам может понадобиться вернуться назад и позволить вашим творческим силам создать еще одну или несколько новых альтернатив. Или же вам придется вернуться назад еще дальше, чтобы определить и учесть некоторые выгоды, которые вы не учили прежде. Если новые альтернативы прошли проверку, то наступает следующий этап рефрейминга, называемый подстройкой к будущему. Пожалуйста, углубитесь в вашу психику и представьте себя в будущем в нескольких местах в разные моменты времени, когда и где в аналогичных ситуациях в прошлом проявлялся ваш икс. Вообразите, что вместо этого вы теперь используете новые поведенческие паттерны или знаете, что вам они наступны, о которых вы сейчас узнали. Представьте себя в этих будущих ситуациях с новыми альтернативами. Если вы испытываете значительные трудности, вам, может быть, нужно создать более подходящие альтернативы. После того, как вы успешно представили себе будущие ситуации с использованием в них альтернативных поведенческих паттернов, вы завершили процесс рефрейминга. Нам хотелось бы думать, что вы цените происходящую коммуникацию с вашим бессознательным. Мы, авторы, очень высоко оцениваем любую оздоравливающую работу, которую вы, возможно, сейчас выполнили, и благодарим вас за коммуникацию, которая только что у нас с вами произошла. Мы понимаем также, что вы, возможно, не осознаете проделанную вами работу. однако мы обнаружили, что просто при чтении о рефрейминге часто происходят в движении, приходят в движение здоровые бессознательные процессы. Мы открыли также, что когда человек работает над проблемой Х, также прорабатываются проблемы Y и Z. Слова, которые вы только что прочитали, очень похожи на те, которые мы используем при коммуникации с нашими пациентами во время рефрейминга. В реальной клинической ситуации мы, конечно, должны так модифицировать нашу коммуникацию, чтобы подстраиваться или устанавливать контакт с конкретным пациентом. Рефрейминг при этом может занимать от нескольких минут в одном лечебном сеансе до десятков часов на протяжении многих месяцев. Например, иногда пациентом может нуждаться в помощи и поддержке в течение нескольких сеансов для того, чтобы осознать все выгоды вредной привычки. Вот шесть основных шагов в скобках этапов рефрейминга. Первый шаг. определите привычку или компульсивный поведенческий паттерн Х, который следует изменить. Второй шаг. Установите коммуникацию с той частью психики пациента, которая ответственна за Х. Х. Третий шаг. Предложите пациенту отделить поведение Х от позитивной цели. В скобках принести пользу или выгоду пациенту, которая имеется в части ответственной за Х. Х. Четвертый шаг. Предложите пациенту создать в скобках генерировать новые паттерны поведения, которые дадут выявленную выгоду. Пятый шаг. Проведите экологическую проверку. Приемлемы ли альтернативные поведенческие паттерны для всех частей психики пациента. И шестой завершающий шаг. Это проведите подстройку к будущему. То есть проверьте устойчивость альтернативных поведенческих паттернов в ситуациях, когда проявлялся Х. Перечисленные процессы легче и эффективнее проходят в состоянии гипнотического транса. Транс усиливает внутреннее сознание и поэтому помогает пациенту осознать внутренние в кавычках части ответственные за временные привычки, за вредные привычки и выгоды, даваемые вредной привычкой. Транс это мост к бессознательным ресурсам и потенциалам. и благодаря этому он помогает пациенту конструировании более здоровых альтернатив. Из-за того, что транс упрощает работу воображения и разрушает субъективные барьеры прошлого и будущего, упрощается и этап подстройки к будущему. Проводя рефрейминг, мы не нашли связи между глубиной транса и успешным результатом. В самом деле мы работали со многими пациентами, не проявлявшими существенных признаков транса во время рефрейминга, но которым это процедура очень помогла. рефрейминг учитывает побочные выгоды, предоставляемые каждой вредной привычкой. Многие медики и гипнотерапевты нередко просто полагаются на изложенные пациентами вредные аспекты привычек, не принимая в расчет их побочные выгоды. При этом специалисты забывают, что пациент уже слышал такие лекции тысячи раз, и повторение только создает дополнительное сопротивление изменениям. Достаточно рефрейминга состоит, достоинство рефрейминга состоит в уважении к пациенту и его поведению. Когда в беседе с пациентом признают, что вредная привычка в действительности в чем-то помогала ему, уменьшается вероятность сопротивления. Вместо того, чтобы бороться с пациентом, чем уже занималось много других людей, специалист с помощью рефрейминга может объединиться с пациентом или с его сопротивлением. Пациенты часто находят этот подход неожиданным и свежим, открывающим новые пути к здоровью и росту. Еще один элегантный аспект рефрейминга заключается в том, что большая часть работы приходится на долю пациента, а не специалиста. Рефрейминг использует внутренние силы и ресурсы пациента для создания альтернативных поведенческих паттернов. Пациенты это ценят и лучше осознают себя, а после завершения работы ощущают себя более сильными. Остальная часть этой главы посвящена разработке каждого шага, рефрейминга и описания других его форм отличающихся от шестихаговой техники. Определение привычки, которую нужно изменить. давайте здесь прервемся и продолжим в следующий раз. ется ... Продолжение следует...